Биробиджанские зоозащитники отреагировали на одобренные поправки в Конституцию. В частности, их внимание привлекло изменение в статью 114, которая дополняет функции правительства страны формированием в обществе ответственного отношения к животным. По словам руководителя общественной организации «Добрые руки» Ольги Батенковой, количество бездомных животных напрямую зависит от людей. Она отметила, причина проблемы в безответственности хозяев домашних питомцев. По мнению зоозащитницы, такой подход поможет не только снизить число бездомных четвероногих, но и позволит не тратить огромные финансовые средства на строительство приютов. В таком случае нам приюты понадобятся только для каких-то особых случаев, когда, например, умер хозяин, когда действительно хозяин не имеет никакой возможности как-то заботиться о своем питомце. Но мы не должны поощрять безответственность людей. Люди должны отвечать за того питомца, которого они взяли к себе в квартиру, к себе в дом, к себе в семью. В России тема гуманного обращения с животными двигается с мертвой точки. Чего не скажешь о некоторых странах. Уроженка Биробиджана Юлия Чадли живет в китайской провинции Хунань более четырех лет. По ее словам, в северном Китае обращение с животными нормальное. Чего не скажешь о юге страны, где девушка и проживает. Там отношение к усатым и хвостатым, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С детства они прививаются к любовь к животным. Дети становятся свидетелями, как дома разделывают животных, птиц, кроликов, собак. Это считается нормой. Отбить ноги кролику, например, у меня есть видео. И дети еще поиграли с этим полуживым кроликом, а потом его разделали и вместе за ужином съели. Иногда собаку или кошку могут замуровать при ремонте или строительстве. Тогда активистам приходится спасать их из плена своими силами. Реакции местных домоуправлений не наблюдается. А вот бездомным повезло еще меньше. Их вылавливают для того, чтобы употреблять в пищу и даже проводят ежегодный фестиваль собачьего мяса. Волонтеры выкупают четвероногих с рынков. Спасать неравнодушным придется своими силами. Гринпис в Китае силы не имеет. То ли дело в Великобритании, откуда родом муж девушки. Я знаю, что в Англии очень строго, очень тщательно защищают права животных. И муж сразу меня предупредил, что в Англии нельзя просто так убить, избить животное. Даже чайку, которая ворует у тебя еду, в нее нельзя кинуть камушком или веточкой прогнать, как-то обидеть, ущемить ее права. То есть за это будет ответственность. Как говорится, у жителей каждой страны свои нравы. Но самое главное, уверены зоозащитники, новая поправка в Конституцию позволит в нашей стране решить проблему бездомышей и жестокого обращения с братьями нашими меньшими.